Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Цикл лекций. Видение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции. Современные издания древнегреческого текста Нового Завета. В этой лекции мы рассмотрим очень важный вопрос. Куда же нам посмотреть, если мы хотим узнать, каким является древнегреческий текст той или иной книги, той или иной главы конкретного стиха Священного Писания Нового Завета. И хотелось бы посмотреть не только конкретный текст, но хотелось бы узнать, какие есть разночтения. И сейчас возможности для этого чрезвычайно велики. Потому что что-то, какие-то издания продолжают распространяться преимущественно в бумажном виде, но, конечно же, очень многое уже доступно в интернете. И эта доступность позволяет наше с вами исследование вывести на абсолютно новый, еще недостижимый буквально 10-20 лет назад для исследователей уровень. Традиционно, когда издавали тексты Священного Писания Нового Завета, то издание этих текстов делилось на два разных типа. Первый тип – так называемое дипломатическое издание. Кто такой дипломат? Дипломат – это представитель конкретного государства в другом государстве. И, конечно, если дипломат обсуждает какие-то вопросы в том другом государстве, понятно, он согласует их с руководителями своего государства. То есть, представляя, он представляет адекватно. Вот точно так же бывает и рукопись – дипломат. Если мы берем какое-то семейство рукописей или более общо берем некую группу тип текста Нового Завета, мы можем выбрать одну реально существовавшую конкретную рукопись, эту рукопись опубликовать. Вот мы считаем, что она хороша тем, что на нее можно ориентироваться. Эта рукопись будет называться «Рукопись-дипломат», а издание будет носить название «Дипломатическое». А вот уже в подстрочнике, в подвальчике, на каждой странице мы можем обозначить разночтение, которое есть о различных древних рукописях по отношению к этой рукописи-дипломату. Чем хорош такой подход? Он позволяет нам иметь в качестве некого основного текста, именно текст рукописи, реально существовавший, а может быть даже и использовавшийся для чтения в церкви и имевший высокий приоритет. Например, если эта рукопись представляет византийский тип текста или церковный тип текста. Имеется ли такое издание? Да, совершенно верно. Такое издание имеется. Это издание византийского типа текста. Первое издание вышло в 2005 году, потом было переиздание в 2018. Издание называется The New Testament in the Original Greek, Byzantine Text Form. Новый Завет на оригинальном древнегреческом языке, византийская группа текстов. Compiled and arranged by Norris Robinson and William Pierpont. Соответственно, составлено и обработано Морисом Робинсоном и Вильямом Перпонтом. Это хорошее современное издание, которое основано на одной из рукописей византийской группы текстов. Причем, кроме изданий стандартных 2005-2018 года, имеется очень любопытное издание 2018 года, которое называется следующим образом. С вариантами разночтений из текстуса Рецептуса, издания Стефана 1550 года, с разночтениями текста Константинопольской патриархии под редакцией Антониадиса 1904-12 годов, и с разночтениями так называемого «Семейство 35». Это рукопись и семейство этой рукописи, которая тоже принадлежит к византийскому типу тексту, изданного Вилбуром Пикерингом. Надо сказать, что издание 2018 года, как основное, так и с разночтениями из трех других вариантов издания, доступно, свободно и бесплатно на сайте данного проекта «Bizantine Text Form – The New Testament in the Original Greek». Очень рекомендую тем, кто хочет ознакомиться именно с церковным вариантом текста, обращаться к этим изданиям. Но, конечно, существует и другой тип издания. Это так называемое критическое издание. В его основу не положена какая-то конкретная рукопись, реально существовавшая. Критические издания восходят к той самой старой и уже неосуществимой идее относительно того, что можно восстановить некий оригинальный тип, оригинальный вариант текста Нового Завета. Мы сейчас с вами понимаем, что это уже невозможно. Поэтому в критических изданиях, по сути дела, публикуется не какой-то гипотетический оригинальный текст Нового Завета, а тот скомпилированный из разных рукописей текст, никогда реально не существовавший, которому отдает предпочтение международная группа ученых, работавших над этим изданием. И вот в качестве наиболее известного современного критического издания Нового Завета следует назвать издание Несле Алланда, которое выдержало множество изданий и на данный момент последним является 28-е пересмотренное издание. Кроме этого, можно сказать о издании Объединенных Библейских Обществ, которое выдержало 5 изданий, последнее в 2014 году. В двух указанных критических изданиях текст наверху, основной текст, один и тот же, но отличается организация научного аппарата, то, как представлены разночтения в низу страницы. Издание Несле Алланда предназначено прежде всего для библеистов, толкователей, экзегетов, а издание Объединенных Библейских Обществ предназначено прежде всего для переводчиков с древнегреческого на современные языки. Надо сказать, что, к сожалению, не все понимают смысл вот этого основного текста критического издания. Он не является гарантированно хорошим. К сожалению, некоторые исследователи вынуждены прибегать к тому, чтобы работать с данным текстом, если их исследования финансируются тем или иным библейским обществом, либо Объединенными Библейскими Обществами. Нам с вами, в частности, хорошо известен прекрасный перевод Священного Писания Нового Завета на русский язык епископа Кассиана Безобразова. Однако, в ряде случаев мы с вами видим, что епископ Кассиан переводил именно по критическому зданию. А связано это было исторически с тем, что в некоторых случаях ему гранты выделяло именно библейское общество. И обязательным требованием для епископа Кассиана был перевод с текста критического издания. То, что текст критического издания не так хорош, как это может показаться на первый взгляд, следует из того, что группа ученых, которые работают над данным вариантом текста, преимущественно относятся к протестантским церквам. Там очень мало католиков и практически нет православных. Один, кажется, есть представитель. Соответственно, имеются некоторые специфические текстологические принципы выбора среди разночтений предпочтительного. Один из таких принципов, если есть какое-то трудное чтение, оно рассматривается как оригинальное. Но далеко не всегда какое-то трудное или нелогичное чтение в действительности является оригинальным. Хорошим примером может служить один из стихов пролога Евангелия от Иоанна, где в византийской церковной традиции текста читается «Единородный сын, сущий в недре отчим» «Омоногенис и Йос». А вот в некоторых древних рукописях имеется такое разночтение «Единородный Бог» «Омоногенис» «Сеос». И, конечно, внешне «Иос» и «Сеос» пишутся по-гречески очень похоже. Но в данном случае что является предпочтительным? Международная группа ученых считает, что «Единородный Бог» потому что это выбивается из контекста Евангелия от Иоанна. Дальше евангелист Иоанн везде использует выражение «Единородный сын» «Моногенис и Йос». Однако даже в среде западных ученых не все с этим согласны. И, например, на русском языке имеется книга Барта Эрмана «Искаженные слова Иисуса». Книга написана критически по отношению к церкви и к богословию, но интересно то, что Барт Эрман был в свое время сотрудником Брюса Метцгера, одного из влиятельных членов международной группы по разработке критического текста Нового Завета. И вот Барт Эрман указывает, что скорее всего это чтение «Единородный Бог», которое приняла международная группа ученых, оно не является оригинальным, а возникло в какой-то момент благодаря ревности не по разуму некоего богословского редактора в тот период, когда шли арианские споры относительно того, кто есть Иисус Христос, является ли он Богом воплотившимся, или он всего лишь Сын Божий в переносном смысле. И вот некий редактор, боровшийся с арианством, решил изменить Сын на Бог, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что Иисус действительно является Богом. И хотя это вроде бы как была правка благочестивая, но на самом деле она абсолютно неуместна, ибо Иоанн Богослов, кроме данного выражения «Единородный Сын», использует еще целый ряд других выражений в своем Евангелии, которые указывают на то, что Иисус действительно есть Бог, Сын равен Отцу. Поэтому, конечно же, получается, что Барт Эрман, который является одним из подвижников Брюса Метцгера, он указывает на недостатки в методологии работы своего учителя и, соответственно, этой международной группы исследователей. Поэтому, когда мы используем критическое издание, мы его используем, православные исследователи, не для того, чтобы слепо следовать тому тексту, который сверху написан, а для того, чтобы обратиться к научному аппарату. А научный аппарат очень хороший, подробный, очень обстоятельный. И мы, конечно же, глазами выискиваем буковку М готическую, которая указывает на majority текст, на византийский тип текста. Смотрим конкретно, какие имеются рукописи для того или иного разночтения. Таким образом, для нас с вами критическое издание это не некая безусловная ценность основного текста, а очень высокая ценность научного аппарата. Тем более, что теперь благодаря интернету мы с вами имеем возможность получить доступ к фотографиям любой новозаветной рукописи, введенной в научный оборот. Где же мы можем это найти? В интернете по какому адресу? О том, что Синайский кодекс доступен с 2009 года, я уже говорил в одной из предыдущих лекций и адрес соответственно кодекс сайнаитикус .org Но есть ресурс, который содержит вообще все кодексы Священного Писания Нового Завета. Этот ресурс называется The Center for the Study of the New Testament Manuscripts. А адрес там такой csntm.org Когда мы переходим на этот сайт, необходимо выбрать вкладку Digital Collection цифровая коллекция и там выбрать пункт Manuscripts и мы попадаем на страничку под названием Manuscript Search поиск рукописи. Соответственно если мы хотим найти изображение рукописи на папирусе мы вводим буквку Пи и номер. Если хотим найти рукопись маюскульную вводим номер с ноликом вначале если минускульную то вводим просто номер арабскими цифрами и попадаем на страницу конкретной рукописи Нового Завета. Для многих рукописей под отдельными фотографиями указаны какие именно стихи из какой главы какой новозаветной книги содержатся на фотографии данной рукописи и мы можем увеличивать можем сами читать и нам уже критическое издание не нужно скажем так в абсолютном плане оно для нас всего лишь толчок для нашей научной деятельности мы можем сами убедиться какое там в той или иной рукописи или в другой чтение какое разночтение и тем самым наша работа православного исследователя переходит на качественно новый уровень поэтому конечно же сегодня у нас есть очень мощный инструментарий для того чтобы не слепо доверять тем или иным неважно западным или российским ученым но мы с вами при определенной подготовке признания древнегреческого языка имеем возможность заниматься и самостоятельными текстологическими исследованиями но они как правило нам нужны не сами по себе а для того чтобы толковать тот или иной текст священного писания нового завета но кроме разночтений для толкования должны быть еще введены и принципы и методы необходимо рассмотреть такой раздел введения в новый завет который называется библейская герминевтика и о ней речь пойдет в следующих лекциях большое спасибо за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры 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 субтитры